5 февраля мэр Иркутска Руслан Болотов на своей странице в инстаграме сообщил о том, что в городе введен режим повышенной готовности в связи со снегопадами. Городоначальник также попросил прощения у иркутян. «Уважаемые друзья, во-первых, приношу свои извинения от лица администрации города за достаточно сложную действительно сложившуюся ситуацию. При этом попрошу вас в выходные дни по возможности ограничить выезд на дороге нашего города с тем, чтобы наша дорожная служба, наши подразделения субподрядных организаций, которые занимаются уборкой города, смогли навести порядок. Будут выведены все необходимые ресурсы, которые у нас есть сегодня в распоряжении для того, чтобы подчистить город. В том числе будут выведены и управляющие компании. Эта суббота-воскресенье будет направлена на то, чтобы расчистить город от выпавших осадок». Плохо очищенные дороги стали причинами ДТП и километровых пробок, которые иркутяне наблюдали с понедельника. Мы даже рассказали об этом на федеральном канале общественном телевидении России в минувший четверг, 4 февраля. «С востока на запад в Иркутск теперь, да? К Екатерине Переваловой. Екатерина, здравствуйте». «Здравствуйте, Екатерина». «Здравствуйте». «Какие у вас события?» «Сегодня утром автовладельцы Иркутска стояли в 8-9 бальных пробках. Такую картину мы наблюдаем с понедельника. Почти неделю власти не могут навести порядок у нас на дорогах. Они заявляют, что январь в Иркутске выдался аномально снежным. По данным гидрометцентра, с начала месяца выпало аж в три раза больше осадков. И говорят, что такое не фиксировали много лет. И вот дорожники не успели убрать весь снег, который скопился с прошлой недели. А сегодня снова у нас начался снегопад. И по прогнозам продлится он три дня. Так что надежды на то, что в ближайшее время дороги станут безопасными и заторов не будет пока нет. Очень скользко сформировались колеи и снежный накат. Во время движения водители с трудом перестраиваются из ряда в ряд. Не всем везет, случаются ДТП. ДТП. Сами водители отмечают, что из-за такого неутовлетворительного, мягко говоря, состояния дорог, количество ДТП увеличилось. Все это, разумеется, приводит к километровым заторам на дорогах. Некоторые автовладельцы пытаются объехать пробки по обочинам, а это провоцирует еще большие заторы. Сегодня утром моя дочь ехала в школу больше часа, хотя этот отрезок пути обычно занимает у нее минут 10. Слушайте, я можно, простите, вот эту мысль про Якутию и про Сибирь все-таки продолжу, потому что, простите, но есть много стран, в том числе и северных, где во время снегопада просто жизнь замирает. Они там перестают мусор вывозить, перестают там, не знаю, школы ходить, вообще перестают что-то делать. А смотрите, Якутия функционирует, Иркутск функционирует, да, с опозданием, все нормально, все, справимся, Екатерина, правда? Да, однозначно справимся. Добавим, что по информации чиновников, усугубили ситуацию сильные морозы, которые держались несколько дней. Из-за этого дорожники не могли убрать накаты и колеи с дорог. Но в четверг пообещали заняться этим, потому что потеплело. Власти также говорят, что только с помощью реагентов могут добиться нормативного состояния дорог. Сетуют на то, что ГИБДД их обязывает, чтобы проезжая часть содержалась в черном цвете с различимой разметкой. Водителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте. А сами автомобилисты снимают видеообращение к властям с интересными предложениями. Вот одно из них. А вот мы приближаемся к плотине ГЭС. Снег лежит, раскатывается автомобилистами. К весне, видимо, растает. Гололед страшный. Аварийная обстановка отвратительная. Предлагаю вам, господин Молотов, прокатиться на каких-нибудь жигулях на переднем приводе. Когда я забыл, что лицо официальное вам не пристало. Вот сейчас будет ваша армада дорожной техники, которая убирает снег. И сваливает его. Покажи кучу. Вот прямо здесь сваливает. Вот она машина, которая возит целый КамАЗ. Целая куча огромных погрузчиков, скажи слева, которые грузить снег в эту огромную машину загружает. Такими темпами плотину ГЭС они будут чистить как раз до весны. 5 февраля на официальном сайте прокуратуры Иркутской области было размещено сообщение о том, что прокуратура Иркутска совместно с ГИБДД провела обследование состояния автомобильных дорог на предмет их надлежащего содержания в зимний период. Нарушения в области безопасности дорожного движения выявили на 32 объектах. Руководителям организаций, которые отвечают за содержание дорог и мостов, внесены представления.